здравствуйте здравствуйте дорогие друзья меня зовут софия парфзависимый человек собственно зависимости своей я и рассказываю сегодня временно возможно небольшое техническое новшество попробую записаться с наушниками мне кажется я сейчас живу с компьютером с наушниками с телефоном удаленная работа не предполагает другого чего-то и сегодня еще одно новшество я решила ввести новую рубрику короче говоря короче говоря буду рассказывать об одном каком-то парфюме и рассказывать достаточно быстрее уходя в какую-то лирику короче говоря сегодня аммаж браком наверное первый мой аммаж о котором собралась рассказать который у меня вот в количестве 10 миллилитров флакона нет возможно флакона и не будет хотя парфюм не безусловно понравился но флакона наверное не будет по финансовым соображением хотя но если бы я была шейхом или супругой шейха или миллионершей может быть аммаж и были бы представлены флакон таких больших красивых и так аммаж браком буду рассказывать только о своих каких-то персональных эмоциях аммаж браком для меня история о том как бабушка решила сварить морс и говорит знаете ягод очень много надо куда-то их девать сварюка я морс но сахар добавлять не буду потом добавить и по вкусу и вот получился этот морс насыщенный такой чарующий вот запах морса из детства и до сахар туда не положили и сахар там и не нужен собственно морс этот темно-темно красный даже с каким-то синим таким подтоном и кроме ягод в этом морсе возможно еще какие-то веточки но мы можем предполагать что это папоротник это папоротник с ягодами или это ягоды которые где-то в лесу под папоротником раз тут но при этом знаете если мы говорим о папоротнике это не тот это зеленая нота которую обычно ассоциируют с весной какой-то со свежестью такая очень если уж это и зеленая ноты то темно-темно зеленые ноты и вообще этот парфюм мне проще до ассоциировать с цветом и с разными какими-то оттенками но очень насыщенными очень яркими если мы говорим о пирамиде в которой заявлены и кожи и ромашка еще какие-то цветы нет я кожу и ромашку из этого из этой пирамиды вычленить не могу ну ну нет у меня там ничего такого не слышу но что не позволяет сделать этот парфюм таким веселеньким ягодным пошловатым ягодным опереточным ягодным так это база база великолепная в базе заявлен заявлены почули заявлен ветивер там березы даже заявлен причем не хочется вычленять опять же вот из того что я перечислила что-то отдельное но безусловно все эти ноты придают парфюму основательность понятно что вам ваш это стойка и понятно что это громко я нанесла утром может быть преступных целых трипшика довольно обильных мне слышался этот парфюм на мне же целый день с раннего утра и до позднего вечера при этом очень интересно что в середине дня на мне вдруг появляются такие мылкие ноты которые раньше вот мне не нравились мне казалось что если появляется мылкость то нет вот этой это не моя история я ошибалась мне это страшно нравится этот какой-то вот ну позволю себе такое слово дорогое мыло цветочное ягодное но эта мылкость появляется и уходит потом она через какое-то время появляется и уходит снова вот такую же цикличность в появление каких-то нот я слышу обычному серже лютанца у многих его парфюмов здесь сюжет конечно не меняется то есть эти ягоды звучат от начала и до конца и мылкость это вот какой-то только в какое-то вкрапление очень интересное при том что сюжета нет развитие нет мне аромат не надоел то есть мне ни в какой момент вчерашнего дня целый день я была бумажа в брак и не ней ни в какой момент не захотелось смыть этот парфюм короче говоря с одной стороны я думаю что мне на мою долгую долгую жизнь я надеюсь 10 миллилитров хватит но при наличии других парфюмов все-таки если закончится 10 миллилитров повторю короче говоря а может брак им да понравился очень но все мои сейчас важнее наверное вот всего того о чем говорят паразависимые люди здоровье это самое важное берегите себя на уж если парфюмы позволяют повысить наше настроение придать нам какой-то заряд бодрости спасибо нашим парфюмом 7 прощаюсь друзья до свидания